Всем привет! Рад приветствовать вас на канале Миниатюры и Диорамы. Давно меня не было, но прошу меня извинить, я занимался моделизмом в масштабе один к одному. И все же я продолжаю работу над славянской ладьей, покрыл ее маслом и немного оттонировал лаком под дуб. Фигуры пришли в 72 масштабе от звезды Викинги. Поэтому можно смело заниматься созданием водной поверхности. И в этом ролике мы поговорим именно об этом. Я взял кусок пеноплекса, отметил высоту, где у меня будет подставка, которую я практически изготовил. И по этой высоте нам нужно будет делать волну. Для начала нам нужно разметить, где будет находиться наша ладья, а после этого уже размечать, где будут гребни волн. У меня ладья будет находиться немного на волне и со скосом. То есть где-то вот подобным образом. Соответственно здесь у меня будет проходить гребень волны. Думаю, что подобным образом даже, наверное, вот так будет проходить у нас волна. И после этого мы с вами берем и начинаем срезать лишний пеноплекс, создавая неровность. После того, как мы отсекли все лишнее, мы прикидываем место под установку нашей модели. После этого мы еще раз все проверяем, где-то подтачиваем, если у нас что-то не устраивает. И приклеиваем на основание бумагу для акварели. Лист отмачиваем в воде, чтобы он стал гибким. И прикладываем к нашему основанию. После того, как наша бумага высохла, я окрасил ее черным акрилом. Ну, это как подложка своего рода. По нему мы уже будем работать сейчас. Примерил ладью, немного срезал гребни здесь, по совету. И сейчас мы с вами будем с помощью аэрографа белой краской прокрашивать гребни все, чтобы создать объем. Краску я буду использовать Tamiya белую, XF2, родной разбавитель. В итоге я решил отказаться от белой краски и использую более сероватую. А белой краской будем работать уже на более высоких слоях. И вот здесь мы будем снятьoll. И сейчас я получил ладью. Покрашиваю. 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 Субтитры сделал DimaTorzok И когда у нас все высохло, я установил уже модель по месту, немного закрепил акриловым гелем, мы начинаем делать наши буруны, то есть мы сейчас будем делать здесь пену, покраю пену, будем добавлять сюда акриловый гель синий, сверху будет акриловый гель белый. И сейчас мы рассмотрим с вами, как нам все же изготовить эту пену. Я использую наполнитель, но этот наполнитель не обычный синтепон, а искусственный пух. Он более мелкого такого этого, более мелкие волокна имеет и очень хорошо принимает форму. Сейчас мы с этим поработаем. Для работы нам понадобится эпоксидная смола. Я буду использовать смолу от Эко Ванна серии Арт Эко. Сейчас мы ее разведем. Чем мне нравится эта смола, тем, что она очень быстро высыхает, и если, допустим, вы оставите ее в объеме, в стакане, то она высохнет где-то за минут 20-25. Так как в больших объемах она нагревается и моментально твердеет через 15-20 минут. Он взял небольшое количество смолы. Рассчитываю я это все по калькулятору, который есть на сайте производителя. Очень удобно, потому что нет смысла считать что-то, придумывать. Мы заходим на сайт, вбиваем исходное количество смолы, и он сразу пишет, какое количество оттвердителя в граммах надо добавить. Также можно рассчитывать отливки по объему, там есть калькулятор, поэтому всем советую. Мы взяли нашу смолу. Смолы у нас 19 грамм. Высчитываем по калькулятору. Калькулятор нам говорит, что на 19 грамм смолы нам нужно 11 грамм оттвердителя. Мы получаем нашу смолу. Я хочу, чтобы она у нас была черновато-фиолетового цвета. Поэтому мы возьмем фиолетовый краситель от фирмы. ЭКОВАННО. Но артмассив, ну она отлично подходит и для арт-эко. Единственное только, красители арт-эко не подходят к массиву, так как у них абсолютно разные формулы. И другие красители в массиве вызывают пузыри. Красителя надо вообще немного. То есть, мы немного касаемся палочкой. И вот этого уже может быть достаточно. Краситель очень концентрированный. Сами видите, насколько он окрашивает. На поверхности он будет не такой яркий. Можно не переживать по этому поводу. И добавим немного черного цвета, чтобы было потемнее. Черный будем использовать тоже арт-массив. В таких же минимальных пропорциях. И получаем вот такой оттенок. С которым мы сейчас будем работать на основании. Берем нашу работу. Смола у нас уже размешана. Работать со смолой, когда вы замешали в объем высотой более 1 см. Минут 20 можно. Потом она начинает густеть постепенно. И сильно нагревается. Но если вы ее уже использовали на основании, то 18 часов время высыхания. То есть, мы берем изначально смолу. Наносим на место, куда сейчас будем крепить. Вношу пену. И начинаем прикладывать пену. Причем, нам нужно, чтобы все это пропиталось смолой. Когда полностью она пропитается смолой, она будет иметь уже совсем другой вид. Это нам необходимо вообще для чего? Для создания объема. В будущем мы можем все это подкрашивать, подправлять. Как нам заблагорассудится. Но на данный момент, для создания текстуры, объема, вот этой вот пены, буруна. Мы просто создаем форму. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Д Para Fior Но белым я уже буду работать точечно, по гребням, по пене. И это уже работа более аккуратная. Начнем. Продолжение следует... После всех этих манипуляций наш акриловый гель подсох. Я все это прошел в футуре. Вы можете это сделать обычным глянцевым лаком. Подставочку выкрасил в черный цвет. Возможно, потом матовым лаком пройду. Но на данный момент наше море выглядит подобным образом. После нас ждут работы по самой ладье. По работе с парусом, фигуры, внутренние... Всякие подтеки и прочее, прочее, прочее. Там же тоже должна быть вода. А на данный момент это выглядит подобным образом. Всем, кому видео оказалось полезным, подписывайтесь на новые видео. Ставьте палец вверх. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok